Терапевт, хирург, офтальмолог, лорд, стоматолог. Потенциальные новобранцы сдают анализы, проходят медкомиссию. По её итогам специалисты выявляют категорию годности. В зависимости от состояния здоровья призывная комиссия определяет род войск. По результатам осмотра призывнику могут назначить дополнительные обследования. То бишь, он пойдёт в первую поликлинику, если, допустим, у него плоскостопие, снимет рентген стоп, принесёт и опять врач напишет заключение, какая будет у него категория годности. Если он, соответственно, нам не подходит, то ему вынесут то, что он негоден, и военные билеты ему выдадут. В другом крыле комиссариата молодые люди проходят обязательное тестирование. Вопросы на логику, мышление, поведение в стрессовых ситуациях и другие позволяют установить нервно-психологическое состояние призывника. Чаще всего потенциальные новобранцы спрашивают, отправят ли их на спецоперацию. В этом вопросе глава государства Владимир Путин обозначил чёткую позицию. В этой операции принимают участие только профессиональные военные, офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать и не собираемся. Повторяю ещё раз, в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни – защищать Родину. Перед началом весенней призывной кампании министр обороны Сергей Шойгу также подчеркнул, что срочники не будут участвовать в спецоперации. Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки. Все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечению срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания. Весенний призыв пройдёт с 1 апреля по 15 июня. В этот раз ряды Вооружённых сил России пополнят порядка 50 саровчан.